да пятерка пятерка ну вот не самом лучшем если там был бы свой зубкаешь был бы лучше намного это а теперь чуть-чуть пошли давайте я добавлю не калываем более подвижный лоскут и всегда с него начинаем в сторону неподвижного здесь наоборот потому что будем тянуть и то куда направление лоскута у нас будет мы начинаем с той стороны всегда накладывать шов первое прокалываем более подвижный лоскут и всегда с него начинаем в сторону не под а я не вижу все прекрасно иглодержатель есть еще меньше микрохирургия психологически объясню они почему-то перестали делать вот такие вот замки а делают пружинки я не могу никак к нему приспособиться у меня есть вот я по старинке так не как-то не получается у меня пришелся зашиваем звезды днём на до таким образом На самом деле, с того момента, как Зукелли все это модифицировал и придумал, мне кажется, что это настолько приятная и хорошая техника, которую может повторить любой доктор, не боясь никаких осложнений. Нет, я уменьшила немножко по вертикальному объему. И, может быть, уменьшила еще. Вы уже там планы коварные на тему пациентки строите, да? Вот я организовываю еще поработать. Да. Хотели бросить. Только сначала. Она полностью перекрывается, да? Да. В принципе, на этом уровне оставиваете, да? Не-не-не. Не, это... Обратили внимание? Я сначала нанесла первый фиксирующий шов. Ну, еще не затянули. Да. А потом ввела мембрану, а теперь я буду фиксировать и затягивать, потому что так удобнее. Стягивайте руками? Угу. Викрилом, да? Вы знаете, викрил закончился, и его почему-то в Северной Каролине не было, пятерки. Поэтому я купила, честно, ПГА, но уже перед Новым годом тут не до жира получилось. Ну, вон Дмитрий Николаевич вообще шьет кетгутэм, и у него все блестяще получается. Здесь у вас простой минутчный звуковый шов обычный. Без всяких выпендрюжек. А последующие такие же будут? Да. Только они будут накладываться поэтапно. Через один, да? Нет. Сближая лоскут. Сначала дистально, потом медиально, да. Потому что это для того, чтобы подтянуть. Конечно, да. Вся техника на этом построена. Не, я не прошиваю. Она хорошо легла, так у меня аккуратно. Зачем? То есть вы сначала дистально, теперь нельзя? Да, да. Ладно, не буду делать как нельзя. Нельзя продевать через контактный пункт нитки. Чтобы они не компромировали? Нет, потому что они рвутся. Что-то я вообще не это сделаю. Мы заговорили. Не надо было куда и шить. Все. Слушайте, шелком шить не советую. Такие зоны. Мы вообще уже не знаем, что такое шелк. Я знаю, что такое шелк. Но не работаю им. Вот, шелком шить не советую. Просто только по одной простой причине, что он очень сильно микробный налет весь на себя собирает. И, конечно, эта вся бахрома потом воспалительная выглядит не самым лучшим образом. Очень похоже на погону. Да. Не-не, мы не запутались. Я что-то начала вам объяснять, и вот вы здесь вот надступите пальчиком, пожалуйста, аккуратно только. Да, вот так. Еще. А, придавите сосочек. Да. Ну, ты просто готова, что зашелание занимает половину операции. Нет, нет. Сейчас, вы всегда. Просто неудобно, я стою, не работаю. На таком шестерене, как и тут, чтобы показать. Все равно в колы вы всегда и ведете со стороны неба. Не всегда. Нет, здесь, поскольку приближающийся лоскут вестибулярный, направление швов должно быть нюбное. По-моему, в книге «Колы». То есть, в базуке ли всегда с неба, да? Зависит туда, куда вы стремитесь лоскут адаптировать. Сторону, в которую вы… Куда подтягиваем, да? Да. Через сколько будет я приближать вторую сторону? Не знаю, как захотят. Здесь у нас были жалобы конкретные. На чувствительность? На чувствительность в области, да. И мы решили, что надо сделаться. Нет, 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 нет. Чуть-чуть прикроем, немножко прикрыть руку. Борис, у нас не надо. Вы соберете, да? Да. Нет, 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 нет. Нет, 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 нет. Чуть-чуть прикроем, немножко прикрыть руку. Угу. Угу. Немножко. Уже не держу. Продолжение следует. Продолжение следует. Для позиционирования будущего это достаточно важно. Немножко прикройте. Продолжение следует. Да, в последнюю очередь. Просто каким-нибудь сближающим швом на всякий случай. Ассистент держит? Держит. Угу. 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 Так, где-то я вырезаю. Угу. 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 Все посмотрели. Прикроем совсем? Работало, больше отдохало. Угу. 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 Объясню, почему не имеет смысл тянуть ниже? Да. Потому что, во-первых, где в норме должна быть десневая граница? Мы сегодня с вами разговаривали про биологическую ширину. Да. Ну вот на кулаке она должна быть здесь. А это абразие цемента, корня, вследствие некариозного поражения. Ага. Не надо делать из кулака двойку и единицу. Абсолютно. Во-первых. Во-вторых, вот здесь, а четверка, так она вообще даже больше чем надо у нас закройлась. А здесь мы становимся сосочек. И скорее всего, что вот здесь мы становимся сосочек. Я немножко, может быть, попозже, еще контакт подниму наверх. Вот, на двоечке. Ну, посмотрю, в общем, это... Жутко-текучем? А мы безопасно мы ее сделали. Но метод Зукели, в том-то и он отличается от всех коронковых смещений. У него рецессия происходит только на биологическую ширину. На ту, на которую его заданы. Это то, почему мы сегодня разговаривали про нее. То есть, рецессия все равно произойдет, но она произойдет только на тот уровень биологической ширины. И здесь эстетический результат достигнется. Вот я вас уверяю, что здесь, если поднимется на полмиллиметра в области клыка, это будет самый плохой вариант. Я просто его закрою через два месяца. Вот это пломбировочный материал. Раньше было такое мнение, что нельзя восстанавливать пришельщую область пломбировочным материалом. А потом оказалось, что, оказывается, в Европе все это делают. И присылают нам, вот на конференциях показывают такие красивые фотографии, где у них все это неправда. Вот я просто получилась, я видела, как доливается жидко-текучим вот эти все шейки. И полируются. Да. Ну так жидко-текучим? Ну, шейку, да. Здесь больше и не надо. Здесь не требуют ни обработки дефекта, ничего. То есть, просто надо протравить и... А, протравить и жидко-текучим? Протравить. И на него жидко-текучим? Нет, она через неделю уже сделает жидко-текучим. Парвар. Ну, это технические постановки, как на лечении некривозных поражений. Я предлагаю отпустить, на самом деле, героического нашего пациента, не похлопать, да. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!